всем привет всем добрый вечер я диспетчер девочки красавицы мои ах ты дурочка моя труба дурачка посмотри как исхудала фигурочка я заботами тебя охвачу а быть может обратиться к врачу ничего я не а чё ты орёта на меня словами опять а ты не скажи а что ты делаешь ухо ухо полетит а как тебе в нос надо печь что-ли какой палец у тебя в картошке калеча какой-то большой или маленький палец или средний не знаю как у моего зайчики палец не очень интересно знать средний или маленький или большой пальчик картошечки зайчка у яичка моя парень у меня серьезный что не говорится калеча вот пока тебя картошка ждала она закисла с утра или когда она была свеча почищена зайчики воняет уже тут при картошины потому что заечка был на работе она была бросать работу и ехать и его ты габи и понятна так ты сейчас даришься эти бы картошку засуну не в пальчик а вот и тебе будет все понятно правильно девочки не правильно говорите засунем ему картошку в ротик чтобы ему было все понятно а как же как у вас день моей красавицы прошел у нас прошел день хорошо благополучно без происшествий а у вас как муха летает на био выкинуть ты что муха ты что надо этой москитной сетку заказать сюда ой девочки сегодня хотела одно помыть здесь мне как не рассказала пыль лежит и ты лежи и все и все я всегда ее слова вспоминаю и думаю а ну мне надо а ну мне не надо кому надо пуса и моют и я забила на это все дело а вы как думаете да забила потому что заячки нету домики я расстроилась заячка где-то там на работе шарахается бабу ищет гуська что-то тут у нас это задыхается что у нее астма что ли началась понять не могу вот заячка думаю там влюбленная у меня душ и сердце целый день болело я переживала ты очень мишкова я мишков разговариваю блять тут хоть мишкова разговаривай хоть не мишкова почему вода на тумбочке посуды что ли опрыснула мишкова хоть мишкова хоть не мишкова тут дело серьезное ревую сильно не покажешь очень сильно ревую столько много нарядов купила заячки а если заячка уйдет к девочке уйдет девочки и чё тогда делать я старый жопа чё буду тогда вообще без заячки и своего как же я дальше жить то буду мой кормилиц уйдет миллионер кто миллионер ты миллионер все девочки говорят что-то там роняет вот и зарплаты пенсия куша сердце и печеньми отдал все девочки в один голос кричат он тебе все отдал и вдруг придется с кем-то делиться отдать как я жить то буду кто меня кормить то будет как же так это не дело поэтому я руки ни к чему не лежат целый день переживала не знам как не знам как думаю заячка как там у меня красавица мой земной красоты колечко думаю наверно бабу нашел наверно ха 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 нашли бля все 20 рублей тут 23 рублей бля 120 штуки девочка 120 рублей нашел? нашли бля тут 20 штуки оооо он нашел 120 штук девочки баб нашли бля все девочки я хочу делать то как жить то дальше я буду да горе бля горе бля ооо ооо я его наверно завяжу себе колечек я завтра куплю наручники зайчка 2 пары 2 пары куплю наручников и зайчки и олечки и на ручки и на ножки ладно зайчка короче девочки суп варим время 6 часов вечера зайчка сказал олечка не надо варить пока если картошка не чищена ты говорит олечка жди мужа законно с работы придет почистить и потом будем вместе варить вот так я думаю раз законно сказал а законно надо слушаться всегда заметьте вот если был бы незаконно то да можно было бы не слушаться а законно все мой хозяин вот так да я на целых а то бросит меня уйдет к молодой красивой а меня старую жопу бросит все и что тогда делать мне караул толстую жирную некрасивую страшную и накрашенную и страшную и не накрашенную и страшную я так души сердца переживаю вы даже не представляете на чай меня сплю колдую за ворота привороты на луну особенно на полнолуне вот это мой рецепт от барирочки девочки если вы не хотите что ваш законно куда-то делся каждый месяц полнолуне девочки только в полнолуне так делаете вот полночь когда ваши мужья спят и мне рассказываете тайна сейчас если вы меня слушаете своих мужей уберите от экранов мониторов ваших телевизоров телефонов магнитофонов стереоприемников планшетов ну короче вы меня поняли да вот так потому что дело серьезное они не должна об этом знать ой поняли да режем картошку короче девочки все я короче решила бросить покинуть ну как бросить покинуть бабулю навсегда было принято решение да почему я ее покинула я вам сейчас объясню дело следующего характера она двухличная бабушка она мне говорит одно например она мне говорит оля ты не уезжай а Катя скажем что уехала ага Катя как будто дура ладно потом и короче над сиделкой она издевается в прямом смысле слова она спать я слова совсем не давала вообще не спать не днем вот я разговаривала сиделкой по телефону да да я прям слышу она у меня сихушка ведь идет там еще что-то случилось она ей говорит а что я сделаю я же к вам очагонной дала такого больше другого средства нету чтобы я вам могла помочь ну чтобы моча пошла хотя вот она и при мне как бы говорила но она и так часто говорила она скажет и я говорю бабуль ну зачем ты врешь пол гашка за пол у меня написано да убираешь вот я как бы ее на место ставила противоречила ей и это и она думала что я не вижу ничего ага и я буду молчать так вот а я не молчала а это молчит соглашается со всем посиди со мной рядом полежи со мной рядом говорит хочу пойти прилично но еще и спавши пошла говорит легла ребенка в школу проводила пошла легла она говорит ты че там легла иди сюда лежать не дает у меня короче я конечно в шоке это вообще какой-то нонсос потому что ну такого поведения не было со мной как я была ну я ей не позволяю так делать может она и хотела не знаю вот может быть наверное мечтала а с ней она делает это всегда всегда от слова всегда понимаете и когда я с ней была вот эти пять дней ее родственники прям удивились что чужда гладь да божья благодать потому что с этой сиделкой они всегда на связи вот ну она всегда говорит это пишет и пишет и пишет и пишет и пишет что то одно то другое то одно то другое короче да вот вот так замечательно так так и лежала и лежала и днем спала дремала да что греха я и днем 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 там не беспокоило она меня это gekла и там в странном туалет например да и посмотрю она сидит сидит profoundly стоит ну короче свои дела творить вот и всё ничего сверху сверху происходило ночью тоже самое ночью я уходила спать но она как-то пыталась меня говорить потому что ну блять если режим режим до времени часов надо спать я в пять часов приду все все и вот я уходила я среди ночи вставала туалет смотрел что она делает она бывало хорошо спала даже храпела а бывало просто ходила там или сидела но она меня ни разу не беспокоила ни разу за ночь не позвала днем да было можно за день один раз это не каждый день вот ни разу и вот и теперь короче такой разговор и внучка спрашивает вчера а почему ты так соли себя не ведешь как с машей она говорит потому что я улюбаюсь ну почему если ты мне была на смотришь на улыбаешься и говорю что маша такая сякая вот сейчас придет как-то на это не назвала я забыл название и все не хочу находиться будет из меня веревки крутить так ну все такое вот это вроде вот но я знаю что маша не такая девчонка это хорошая она прям девочка очень хорошая ничего плохого не смогу сказать вот мы пообщались потому что как бы она и во время моей работы приходила общалась со мной я звонила просто поболтать и девчонка мне понравилась вот честно скажу честно положа руку на сердце я бы даже хотела бы чтобы она была моя снашок вот такая да и прям с ее ребенком ребенок бы вообще не помешал девочка очень хорошая на восемь лет ухаживал за своей бабушкой и девушкой сначала ушел и что я хочу сказать и короче это что я хочу сказать и короче бабуля все за меня туда-сюда да мол типа ты самая лучшая и все такое и она вчера заболела да оказалось сегодня я с утра разговаривала все родственниками оказалось что бабушки она за название сказала заболевание вода в легких поставлен диагноз месяц тому назад вот и еще какие-то диагнозы и врач сказал она все равно долго у вас не протянет вы знаете бабушка активная честно вам скажу я таких активных здоровых не видала в таком возрасте ну а еще раз повторяю я уже говорила да а с таким болячком это вообще какой-то ноутбук да она очень бюкер активный бабуля вот она на месте не лежит она пляжут встанька она как революшка какой-то сайт и все нипочем то раз пойдет медленно-медленно хоть как уточка так тык 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 да а все равно будет садись вот посмотри как я как вы посмотрели я их ухвалю молодец молодец вот ну и вот и чё они все девочки хорошего я думаю что врачи поставили но она же я говорил вам не пролечил бабушка до конца до выросли раньше времени в больнице я спросила почему а потому что это на среди ночи орёт спать никому не дает все будет я хочу домой у своей капризы показывает так вот она с машей ведет дома да так и там вот так вот это всех сводит с ума ну я это честно сказать да вообще бы по ней не сказала она такая типа городская сумасшедшая вот так просто вообще не скажешь то что говорят это вообще в небо земля это не она я так думала думала я думала и придумала вот оказалось девочки что на самом деле это я как бы знаете так не верила я особо-то особо я не верила этому всему потому что но для меня я посмотрела на бабушку да по отношению к миру она провела себя прям бахва хорошо да там очень хорошо было знаете как находит я прям была удивлена как это так такой человек мне вообще не похоже на тебе и вот когда я сегодня общалась по ватсапу не появился аудиосвязи я отчетливо слышала порядка такое время отчетливо слышала так придет себя бабуля машей я была просто в шоке я ее спрашивала раньше говорила это бабуль так так говорят брут брут не верим специально делают понимаете но видимо уже профессионал своего дела я сегодня услышала так она себя не маша стало очень жалко а а так идея все позволяет я зачем она энергетически энергетического ответ все старые все-все-все-все-все хоть больные и здоровые люди не могу как-то но силу своего возраста вором и 30 лет до меда как-то неудобно и как-то вот против что-то сказать и что-то сделать и все такое а так свою очередь она этим пользуется понимаете и очень поступает подло низко и мерзко вот и вот это конечно мне в первую очередь не понравилось такое поведение отношение маша вообще не заслуженно как говорится села на шею ноги светила и не признается в этом вот в чем дело сегодня врачи удивляются даже да вот у нее она заболеет и у нее самопроизвольно все проходит понимаете вот вчера она очень чувствовала себя плохо температура была до конос открылся давление поднялось сортибием чтилось все ночь прошла на утро как огурец понимаете она энергия насосалась насосалась и все и и у она как птичка чувствует себя я конечно все прикинула керк носу думаю нет так дело не пойдет с с этого ничего хорошего не выйдет потому что ну если я буду у нее работать со временем она себя тоже покажет во всей красе это только первое время я же пришла только-только ну вот а зачем затягивать вот так вы считаете зачем я сказала скажи ей бабуля обрадовай ее чтобы она меня больше никогда не боялась потому что улик не он больше никогда не придет и все я думаю что она поняла что ей у меня кроме не придется попить а вообще внучка говорит что соседи прошлое раньше где они жили бабушка где жила да говорили что бабушка какая-то бедунья колдунья ну все в этом роде но знаете что я хочу сказать может она и такая да но она 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 недалеко не дура да она чувствует какой я человек энергетики у меня сильно у меня бешеный энергетика и защитный блок и стоит хороший от таких людей и просто меня она не хотела и и под себя меня не построить никак и ей это очень не нравится соответственно вот она же чувствует это понимаете такие люди энергетические вампиры вот у меня мама энергетический вампир почему у нас с мамой не получается контакт никакой да люди которые имеют плаксивость да знаете вот когда вот что-то не так сразу например там просто слово скажешь на человеку сразу плачет да я как бы тоже конечно плачу да ну когда обидно ну и так как бы вообще уж прям на потере пульса такая шума пассивая была вот ну в этом роде я как бы и это бабуля она чувствует моим поле и все она чувствует что ничего не получится она не сможет меня взять то что она берется машин вот понимаете и есть она некомфортно просто некомфортно гречку свою собаку это естественно какой может быть комфортно это у нее как наверно она знаете как себя она очень хорошо очень хорошо да ну это она же делает все против своей воли она улыбается зубки скалит так тем mäуч advisos допил ручка все у своего возраста и конечно же я старше маши и конечно же я опытный у меня очень большой опыт жизненный так опыт сиделки так и жизненный опыт у меня очень большой заключается вот и естественно вот так и вся любовь все ну я думаю что она на меня не в обиды ну хотя мне знаете вообще без разницы в обиде не в обиде вот я сказала незаменимых людей нету вы себе найдете как у не надо ее родственнику сказал а я себе мне в ответ сказали что очень жаль ну жаль это значит по слову мы жалеем себя никак не тебя это понятное дело понятно кто меня будет жалеть кому я нужна добыча ушла сквозь пальцев кому это надо кому это понравится скажите мне конечно никому вот как же свежая кровь ушла бросила их всех там вот так поставили кашу варить ой девочки сложно все в этой жизни сложно если бы даже я бы например работала бы с ней бессмельщица да я хочу сказать со смельщицей ей тяжело со мной а если бы я работала бессмельщицей только я с ней и было бы вдвойне тяжелее она бы может вообще заболела изогнулась бы потому что она бы не смогла семья брать то что она хотела бы вот у меня фах остался девчонки с утра стоит красавец мой о не текет нормально нормально мне казалось что мало картошки ну знаете так нормально картошки я не буду плетки делать густо получится если нет не делать клетки что-то очень прям этот все в норме куда поставить это мясо собачки вот так вот так поле пришел где суп он сами понимаете картошки нет чищеный картошку ждет своего хозяина картошка так и жена законно вот так сейчас прикольные сделаю не знаю фарш наверно останется сделаю я этот знаете что котлетки еще одни или заморозить сделать котлетки девочки полуфабрикаты да котлет полно на это заморожу полуфабрикаты да на досочку их и все это будет лучше куда их готовы правда и все вот так а насчет желудка говорю у нее надо проверить желудок мне знаете что ответили когда я сказала что у нее может быть язва там туда-сюда она свое типа отжила и так сойдет я тут не собираюсь никогда ее возить я тут уже устал за эти полгода все 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 это чужие проблемы мне это никак не должно касаться просто вот так ответили мне все любуюсь ну и ладно им беднее уже что будет то будет ну и ладно каждому свое говорят дети теперь у нас все боги решают судьбу родителей сколько кому жить сколько чего делать вот так внучка выросла с бабушкой с двух лет мама потому что создавала свою семью и оставила ее бабушке и дедушке бабушке и дедушке бабушке и дедушке расстились и вот она ей подписала внучек своей всю трехкомнатную квартиру подарила ей не подписала подарила но внучка живет на съемной квартире так как своего жилья нет они жили раньше вместе но вместе жить невозможно это вот как у меня с мамой если бы у меня не было бы жилья я ее понимаю нам бы тоже пришлось бы конечно скорее всего снимать но никак не с мамой жить это естественно это уже некуда вот вот так а куда деваться дать правнучка тоже снимает в чебоксарах квартиры живет отдельно вот так а бабуля живет в своей квартире которая получила с работы трехкомнатной ну это правильно с одной стороны а с другой стороны я говорю могли бы там продвинять продать да себе бы там взяли бы там двушку например ей однушку бы купили да а чё я одну вот куда вот это ей она в жизни никогда в жизни бабушка не платила квартлату за себя никогда всю жизнь плачу я о как вот тяни-ка вот эту кабалу а квартира ведь блять руком она не из дешевых платить за нее каждый месяц уписаться надо кислородный этот работает аппарат день и ночь свет день и ночь горит в прихожей и в зале постоянно включенный сами понимаете да ну мы так не прикинули 9 с кризисом сиделки лекарства еда ну сутку она весь квартлаты да влетает вот так вот так девочки люди живут кошмар тяжело можно было да зачем у Сару ничего человека она живет в этой 3-комнатной квартире они там снимают это же вообще жопу блять платить чужим людям не знаю я думаю она не хватило бы на двух и одна комната но я говорю могли бы тогда уже чем снимать могли бы взять часть ипотеки для себя для любимых да но у нее планы другие они хотят переехать в большой город очень уехать совсем с Чувашей после ухода бабушки она не хочет Чуваши оставаться ну и правильно а что здесь делать вообще если бы я могла бы продать свое жилье и купить где-то в другом месте да за хорошие деньги да продать тут у нас нихуя ничего не продашь за хорошие деньги я бы то же самое бы сделала я бы тоже уехала отсюда вообще то же самое потому что здесь сделать совершенно нечего у Кмарпасаде тем более если уж Чебоксарку у них сделать нечего вот а у нас тут вообще нету блять тоска зеленая вон Саш Калкаш Орлов ходит день и ночь года четыре как вернулся из тюрьмы год не пил несколько лет пять наверное вижу я его каждый день пьяный весь обосланный бой и живет живее живых и хоть по хрен по деревне вот так и ничего с ним не делается понимаете людей коронавирус ломал сколько чего да а он живее живых лочит ему минималку за убийство и рассказывала у него этот жена была гулящая а они бухали вместе в одной компании и это целиком чтобы заморозить потом растаять если чё или так а чё вот так вот как я сделаю так ну и вот они бухали и короче он пьяно уснул он пьяно уснул она такая гулящая была понимаете у него а ему этот ножик жену зарезали по пьянке а ему нож в руку положили я их знаю с молодости они постарше меня ну они пьяницы да она такая была раньше с выебонами такая пальцевеером а он не такой был он такой тихий мужик спокойный они в лесу работали тоже покойного мужика и колыми всю жизнь вот она в свою очередь у них дочка короче была да совместно нажитая и знаете что она сделала и девчонку лишили родительских прав естественно ну ещё раз взрослые замужем всё слышите какая песня ах 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 есть иди джо вот и этот как вот она сделала самопроизвольный выкидыш это она сама мне рассказывала я тогда совсем молоденька была мне лет 20 был наверное она постарше лет на 10 вот самопроизвольный выкидыш сделала она дома дома уже сформированного ребенка 6 месяцев 6 по моему да вот потом сказала вытащила сложила пакет и вынесла пчела на мороз зима была я никогда не забуду вот всегда вот в таких случаях я всегда запоминаю девочки в пчелан положила в пчелане лежал-лежал а потом она пошла и выкинула мусор в контейнер на этом городку мусора знаете да возле полиции но она не в тот момент рассказывал когда это сделала он прошел какое-то там время прошло я не помню девочки сколько-то прошло время но факт то что прошло вот я что хочу сказать бог я наказал говорят бог не наказывает но бог то может быть и не наказывает а просто знаете что делает бог бог отворачивается от таких людей он не берет под свою защиту таких людей можно так понять это просто слова как бы да говорят бог наказал бог сам не наказывает мы все так выходит по защите бога да но если творим грехи тем более страшный это убийство бог отворачивается почему вот убийцы стараются всегда ходить в храмы замолить грехи боятся они ходят помогают храмам там в строительстве храмов помогают много чего начинают делать а потому что осознают а потому что осознают что делают в жизни очень страшные вещи но все равно делают потому что это их не жизнь поставлены вот вот и я считаю что да бог не наказал понимаете вот такие дела а вот он как червяк навозный страшный страшный он посадский если меня смотрит то не знает о коме говорю я его даже по моему показывала в одном видео может он показывал ну по моему показывала не помню уже нет наверное не показывала вообще страшнякной войны куда еще страшнее не знаю вот и ходит и ходит и видимо богу так удобно что он жил над белым свечем но он так не виновен он вот на моей памяти муху не обидел ни с кем никогда не дрался только бухает все а только такой знаете живет по себе и живет он такой знаете ну как вам сказать не драчон он нет он не хулиган не буйный вот поэтому и живет девочки потихоньку полегоньку да вот видите и земля его держит вот так вот такие дела мои красавицы так каша варится ой убавим супчик супчик варится пускай поварится хорошенько картошка немножко выкипит вода сейчас я вам покажу вот там мало ну мясо осталось фарш я четыре тортельки это положила в морозилку видите какой клеток не надо тут хватает сипу какие тут клетки вот это все поварится минут ну двадцать вот морковка с луком готовая пассированная каша гречневая собака вот это остатки роскоши я сегодня их просто накормила в обед кормить собаку надо два раза стараться короче чтобы через десять двенадцать часов но у меня получается когда и чаще девочки вот так но они смотрят я не могу засыки смотрят на меня я не могу девочки понимаете вообще вот например в одно время надо кормить да например накормили в шесть часов утра да шесть часов вечера вот так вот все режим у собак должен быть а у меня так я и утром творог и в обед сама не поем я поел пол гретьего они у меня уже в двенадцать пообедали понимаете у меня вот так вот у меня сегодня как у людей потом сейчас опять вот кажется смотри неужели не дам я ее конечно дам а будь спишь подавно надо а это ж бузька здесь и этих не обидите вот эти ж тоже смотрят они тоже хотят кушать ну а как не хотят гулять ой так что девочки будем закругляться и пожелаю вам конечно же спасибо за просмотры за лайки и пожелаю вам доброго хорошего вечера приятного ужина приятного вам всем аппетита время у нас восемнадцать сорок сегодня я убиралась перестановку сделана вот поставила сюда клетку со своими дикими животными вот в это место коврик серый поселила спортивный поселила чистая пеленка стираный плед я его выстирала вот этот плед они на нем спали и вот сосуд лежат полмыла везде все везде выгребала ой сегодня девочки знаете сижу ноги калачиком сложила что-то ползет по коленке я кушала полтретьего что-то ползет по коленке не пойму ничего а я что-то была увлеченная потом смотрю да хотел спахнуть ладно не спахнула и ползет этот как его клещ прям клещ здоровый здоровый вы представляете я чуть не обалдела блять я его так схватила он у меня упал ладно на простынь я его схватила пошла в это окно открыла выкинула Холя рассказывала он говорит то же самое в пятницу было то же самое он говорит поймал клеща я говорю все видимо на собаках принес на собаках принес я сказала все не выгуливай не надо я еще таблетки никакие не покупала таблетки это бровекта читала про бровекта что они очень вредные я читала в контакте в группе нашла объяснение там про бровекта да они очень вредные мне большой вред наносит собакам надо покупать капли вот куплю сначала бусю постригу естественно да как положено тех тоже приведу в порядок немножечко надо тоже опять же ну подрезать все надо красиво обработаю шампунь надо купить шампунь закончилась чуть-чуть осталось не хватит на всех еще раз мыть ну вот куплю капли там не знаю посмотрим какие вот обработаю и все надо посмотреть у оськи когда мне прививку делать все люблю целую пока не забыла листогоник надо делать девочки всем пока спокойной ночи а то сейчас я заболтаюсь пока не забыла девочки все все мои красавицы еще хотел что-то рассказать вот сейчас только вспомнила но не в этом видео всем пока пока пока